Всероссийская акция «Шаги здоровья» объединила людей элегантного возраста по всей стране. В Искитиме 2 октября она состоялась сразу на двух площадках – в спорткомплексе «Заря» и в парке культуры и отдыха имени Каратеева. Мероприятие «Шаги здоровья» состоялось в этот же день по всему региону в одно и то же время – в 12.00. Инициатором акции в Новосибирской области является Министерство труда и социального развития с привлечением министерств культуры, спорта и здравоохранения. Все мы знаем, насколько важно для здорового образа жизни просто элементарное хождение, которое стимулирует и сердечную деятельность, и хорошее настроение в том числе. Вот с целью поддержания здорового образа жизни людей, в первую очередь граждан пожилого возраста, так как это мероприятие походит в декаду пожилого человека, это мероприятие и учреждено. В условиях пандемии, когда массовые встречи людей отменены, мероприятие было ориентировано на ограниченное количество людей. Ветеранским организациям выделили квоту на определенное количество участников. В связи с тем, что оно на улице проходит, порядка 50-60 человек мы пригласили. Большую помощь оказывает учреждение культуры, управление культуры, Центр развития физической культуры и спорта, основные организаторы по проведению спортивной ходьбы и мастер-классов. И, конечно, учреждение здравоохранения и ЦГБ, больница наша, они оказывают медицинское сопровождение. Комплексный центр социального обслуживания населения, непосредственную помощь как волонтеры, как организаторы этого мероприятия. Погода благоприятствовала занятию физкультуры на свежем воздухе, и участники акции с нетерпением ждали начала. А тех, кому не довелось побывать на этом мероприятии, ожидают другие, не менее интересные, запланированные на первую декаду октября. В этот период будут проходить различные мероприятия, оздоровительные акции, дни открытых дверей, дни здоровья и многое-многое другое. Именно сегодня, в рамках проведения декады пожилых людей, одновременно во всех муниципальных районах Новосибирской области, стартует региональная акция «Шаги здоровья». С приветственными словами к присутствующим в парке обратились представители администрации города, Совета депутатов и руководитель ветеранской организации. Как заметил наш ведущий кардиолог Лео Бакерия, шаги – это золотой рецепт к оздоровлению нашему. Поэтому, как говорят врачи, сделайте 10 тысяч шагов в день, и вы будете совершенно здоровы. Сегодня, я думаю, мы 10 тысяч шагов не будем с вами делать, сегодня мы с вами получимся, как правильно ходить скандинавской ходьбой, сделаем с вами зарядку, получим много позитива, радости. Вам желаю здоровья, бодрости, всего самого лучшего, благополучия в семье, любовь родных и близких. С праздником вас с этим поздравляю. Я от всего Совета депутатов города Искитима, лично от председателя Совета депутатов Юрия Алексеевича Мартынова, поздравляю вас с этим событием. Прямо так и хочется сказать, что в следующие 100 шагов надо весь депутатский корпус сюда привезти и рядом с вами шагать. Но это в будущем. А сегодня я желаю, чтобы у вас было удовлетворение от тех 100 шагов, которые вы преодолеете, и чтобы заряд бодрости, который вот вашему поколению свойственен, чтобы он еще раз закрепился. Действительно, даже язык не поворачивается сказать, что вы люди пожилого возраста, что вы люди элегантного возраста. Поэтому вы для нас пример, и мы равняемся на вас. Вчера мы проводили День пожилого человека, собирались, поздравлялись, отмечали. И сегодня мы продолжаем это доброе дело, шагаем вместе и учимся здоровому образу жизни. Думаю, что здесь собрались самые спортивные люди, самые активные люди. И мы сегодня также отдохнем, наберемся здоровья, чтобы нам еще дальше долго активно работать. На благо нашего города Скитима, на благо нашего здоровья. С праздником вас всех! Перед стартом всем участникам акции предстояло зарегистрироваться и пройти обязательный осмотр медицинскими работниками. Всем измерили давление, пульс, температуру и зафиксировали их показатели в журнал. Настроение праздника присутствующим дарили вокалисты музыкального коллектива «Мелодия» Дома культуры молодость под руководством Антонины Терентьевны Селивончик. Песня «Мелодия» Комплексный центр социального обслуживания населения города Искитима оказывал содействие в проведении акции как волонтеры, как организаторы и как непосредственные участники. Декада пожилых – это тема, конечно же, комплексного центра, потому что граждане элегантного возраста – это наши любимые клиенты. Тем более, что мы работаем плотно с общественными организациями. Ну и плюс ко всему у нас есть своя ветеранская организация, которая сегодня с флагом готова пройти эти самые сто шагов. Думаю, у них это получится, они с этим справятся. Вот это вот мероприятие, оно должно, хочется во всяком случае верить, что мы сегодня сделали все то, что даст зачин для последующих хороших традиций. Поэтому культура, как всегда, праздничная программа, музыкальное сопровождение – это все здорово. Общественные организации смогли в этот сложный период санэпидовстановки поднять народ, чтобы пришли, приняли участие. Ну и вот, наверное, этот зачин, если все получится, то мы будем очень рады, что еще одна хорошая традиция появится в нашем городе. Участникам акции «Шаги здоровья» сотрудники комплексного центра на одежду прикрепляли наклеечку с хэштегом «За здоровье», которая выделяла их, делала сопричастными к большому мероприятию. Мы входим в клуб «Эхо молодости», состоим в «Единой России» и входим в клуб «Берег доброй надежды». И везде ходим. Ходим в форт, на танцы, в театральный, везде, где только нас нет. И на лыжах, и в парке, и везде. Сегодня поделитесь своим настроением, впечатлением от того, что сегодня происходит. Ой, ну у нас прекрасно, мы прям вот поем, вы прям уже видите, как мы танцуем. Мы продолжаем еще вчерашний день, вчера мы там на танцплощадке танцевали, наш день. Все-таки хорошо, что у нас есть вот такое вот… В Искитиме, да. О нас заботятся. О нас заботятся. Нас любят, нас уважают. Вообще, вот каждый раз позвонят, что вот тогда-то, тогда-то, вот то-то мероприятие. Будете? Будем. Сейчас натанцуемся и пойдем оздоравливаться. А потом пойдем чай пить с порошками. А потом приду домой, буду внукам, правнукам рассказывать, как мы ходили и как нам было хорошо и весело. Скандинавской ходьбой до этого занимались или сегодня будете только впервые учиться? Нет, мы скандинавской не занимались. Мы бегали, в спартакеадах участвовали, на лыжах, а скандинавской нет. Короче, первый раз. Да, первый раз. А как же, конечно. Век живи, век учись. И пускай молодежь равняется на нас. Вчера мы назвали людей, которые были на нашем торжественном мероприятии в Доме культуры молодость, людьми старой гвардии, старой закалки, старшего поколения. И там многие говорили, люди пожилые, люди легантного возраста. Я говорю, суть не в том, как нас назовут, а суть в том, что мы активно сегодня, значит, участвуем везде. И с большого спасибо вот этим людям, которые вчера были на Де пожилого человека. Они строили, сохраняли, умножали, защищали то, что есть сегодня у нас и в Искитимой области, и в стране. Вот вчера мы за это им говорили спасибо. И за их активность, и за их мудрость. Мудрость, поздравления можно нескончаемо говорить, и поздравления и благодарность за то, что они такие активные, что они молодцы, что они общаются, помогают один другому. Ну, сегодня жизнь как бы такая и не легкая может быть, а когда сообща вместе, жить легче. В назначенный час, когда медосмотр прошли все участники акции, начался непосредственно спортивный блок мероприятия. Профессиональный спортсмен, мастер спорта и тренер провел спортивную разминку для разогрева мышц. Затем мастер-класс по спортивной и скандинавской ходьбе. Палочки нужно максимально мягко держать, то есть не напрягая кисти, они должны быть расслаблены. Следующий момент выноса ноги левой, к примеру, вы выносите палочку вот под таким углом, это тоже неправильно. Палочка не должна за переднюю часть левой ноги выноситься. Следующая левая нога, смотрим, и палочка должна быть дальше ноги выноса. Вот вынесли, вот такой угол должен быть. Если вы выносите за пяточку сюда, это неправильно. Указав на возможные ошибки, наглядным примером тренер показал правильное движение, чтобы задействовано было максимально большее количество мышц. Здесь у нас руки согнутые, идем с пяточки. Широкие движения, широкие, и проталкиваемся через тазобедренный сустав. В спортивной ходьбе у вас тазобедренный сустав будет влево-вправо маленько играться, так как мы проталкиваем себя левая нога, правая рука. Вот такое движение спортивная ходьба идет. Тазобедренный сустав виляется, влево-вправо виляем. Когда зарядка и мастер-класс были пройдены, спортсменам дали последние инструкции, чтобы избежать возможных перегрузок. По территории, она территория ровно один километр. Мы спокойной ходьбой идем эту дистанцию. Тем, кто будет очень тяжело, сбавляйте темп, либо останавливайтесь, либо сидите на скамеечке, отдыхайте. Самое главное, после этого сразу же подойти к врачу. Спокойно к врачу подходите, опять же, к тем, где вы были в той палатке. Она фамилию вашу находит и замеряет то же самое уже после нагрузки. Это нам нужно для того, чтобы как все-таки вы, как организм адаптируется к тем или иным нагрузкам. Если у вас пульс, давление будет не сильно высокое или, в принципе, в норме, это значит, в принципе, что ваш организм поддерживает вашу скорость, все нормально. Если будет очень большой, значит, вы где-то перегрузили себя. На старт все участники шагов здоровья прибыли морально и физически подготовленными. Каждый выбрал для себя комфортную скорость, темп и стиль ходьбы, воодушевленно преодолевая один километр дистанции. Пенсия идёт! Пенсия, точно! Ребята, не будет, раз идёт! Совсем скоро спортсмены финишировали, приветственно махая руками болельщикам. Получив заряд бодрости, они вторично проходили медицинский осмотр. Положительные эмоции позволили им избежать критических нагрузок. На 20-30 единиц повысились. И температура немного совсем. Ну, чуть-чуть, потому что бегали, согрелись. Кто-то уже успел чаю попить. В целом всё хорошо. Обработав руки антисептиком, участники акции «Шаги здоровья» угощались вкусными пирожками, сладостями и горячим чаем, заботливо приготовленными для них, чтобы пополнить силы и сделать встречу ещё душевной. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!